На нашей сцене актриса театра «Игуман» и лидер телевизующая Елизавета Альдамасова. Включайте, благодарим аплодисменты. Елизавета, добрый вечер. Здравствуйте. Еще раз. Годная аплодисменты. Это такая теплая встреча. Я очень рада каждого из вас видеть. Можно я вас немножко расслежу? Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Спасибо большое. Мне очень приятно. Ай, прям как-то на сердце так хорошо стало. Извините, я потерялась. Как школьница выпрямилась. Знаете, это моя вторая в жизни презентация книги. И я не очень знаю, как правильно проходит. Подобные мероприятия могу действовать только интуитивно. Я не знаю, был ли у нас какой-то план. Но я бы вам предложила вот такое, если вы не против. У нас потом будет возможность с вами пообщаться. У меня будет возможность ответить на ваши вопросы. У вас задать вопросы. Потом, я надеюсь, мы сфотографируемся и пообщаемся чуть ближе. Но для начала, может быть, я начну с прочтения одной-двух глав, чтобы вы немного познакомились с персонажем, с человеком, по случаю рождения которого мы с вами сегодня собрались. Если вы не против, как вы смотришь? Да, я не знаю. Попробуем аплодисменты. Спасибо, что вы ждали. Будьте добры. Хорошо. Тогда я с радостью медленно начну. А если можно, вас попросите второй микрофон. Я бы такой звуковой ряд нам бы запустила. Надеюсь, что он будет в помощи, он будет нам решать. Но мне кажется, что все равно, когда он не заводился, вот так, как, в книге, а, в книге я пущу, мне кажется, что еще заводится сам короткий. Так, вот так. Вот так, да? Все, поэтому можно его, да, брать. Спасибо. Когда я думаю о персонаже этой книги, о Костике, мне почему-то в голове звучит юрическая такая музыка, потому что Костик и сам паричный, и личный, и вдумчивый, и тонко чувствующий. Поэтому вот, с вашего позволения, и атмосферы, я бы хотела начать с головы про красоту. Я ничего не понимаю в красоте, особенно, когда про красоту говорит мама. Она меня сильно запутывает в этом смысле. Мне нравится моя мама. Она добрая, немного странная. Она меня любит, и она точно очень красивая. Папа тоже так считает. Но сама мама никак не может определиться, какая она. Иногда папа пытается маму сфотографировать, а она вдруг закрывается руками и говорит, не фотографируй меня, я сейчас некрасивая. Но это же полная ерунда. Человек или красивый, или некрасивый. Что значит, сейчас некрасивая? Еще вчера вечером наряжалась, чтобы вместе с папой идти в театр, крутилась перед зеркалом и сама про себя говорила, ну просто богиня. Папа был с ней согласен. Как она может быть вечером красавицей, а утром всерьез хныкешь, что совсем плохо выглядит. Ничего же не меняется. С утра та же мама, только без помады. Не в помаде же красота, и не в нарядном платье. Если бы все так просто было, все девчонки мазались бы помадой и носили нарядное платье даже в школу. Я не вижу разницы. И еще я не понимаю, чем одно мамино нарядное платье отличается от другого. То, что они по цвету разные, это понятно. Рукава разные длины. Но в остальном не понимаю. Сначала я подумал, что все это от моей глупости. Но потом заметил, что папа тоже в этом не разбирается. Он только делает вид. Ему тоже трудно угадывать, когда мама думает, что она красивая, а когда не очень. Иногда он даже сердится немного, и маме говорит, что за глупости, ты у нас всегда красивая. Маме это приятно слышать. Но она всегда стоит на своем, особенно, когда в театр собирается. Будто ей не в темном зале сидеть, а самой на сцене играть. И вот она все бегает, бегает по квартире, пять раз переодевается и причесывается. А папа терпеливо ждет, пока она не решит, что вот сейчас она красивая. Папа театр вообще терпеть не может. Я думаю, что он ходит с мамой на все эти спектакли только по той причине, что маме нравится. И еще потому, что мама иногда соглашается с ним на рыбалку ездить. Я ни театр никак не люблю, ни рыбалка. Я и там, и там засыпаю. Раньше, когда родители вместе уходили из дома, за мной кто-нибудь присматривал. А в этом году папа сказал, что теперь уже мне можно доверять, и я буду иногда оставаться один дома. Было немного обидно. Как так? Это же мои родители. Они знают меня с самого моего рождения, и целых 11 лет мне не доверяли. А я ничего не давал повода во мне сомневаться. Я ни разу не делал у дома того, что может ребенок вытворить. Ничего не разбивал, никаких вещей не портил. Бывает, что к родителям приходят в гости друзья, рассказывают за ужином, как у них дети дома на хулигане. Папа мой всегда расплывается в понимающие улыбки и по-доброму так говорит, да ладно вам, нормальный ребенок. И тут я тоже не знаю, что думать. Мне всегда кажется, что он в этот момент обманывает друзей. Если бы я сделал что-то подобное, не думаю, что ему бы понравилось. Хотя, возможно, он хотел бы, чтобы я тоже был таким нормальным ребенком. Я уже планировать начал, чтобы такое сломать, чтобы папу развлечь. Но мне маму стало жалко. Она любит порядок и красоту дома. Для того, чтобы красоту портить, у нас Муся есть. Вот, кстати, Муся красивая. Она вроде и обычная кошка, но у нее такая мордочка милая, и она вся рыжая. Даже глаза у нее рыжие. Мусину красоту я понимаю. В школе мне совсем не нравятся девчонки, которых все считают красивыми. Большинство из них ведут себя сразу так нагло, как только их назначают красавицами. И это меня сбивает с толку. Вот вроде смотрю и думаю, да, эта девочка красивая. Но когда она хамить начинает или зло шутить, у нее красота сразу куда-то девается. Хорошо, что наша мама так себя никогда не ведет. Папе очень повезло. И мне тоже. Не думайте, что я вообще красоты не вижу. Я ее нахожу в совершенно неожиданных местах. Вот, например, мне нравится рассматривать рисунки, линии и завитки на досках в беседке. Беседка у нас старая. Соседи даже говорят, что нам надо новую построить. А я этого очень не хочу, потому что у меня на этих составившихся досках есть свои тайные картины и образы. Я знаю, что если чуть левее от входа сесть, то напротив, на берилах, морские волны образуются из рисунка на дерево. А на том месте, где когда-то был сучок, спасательный круг. А чуть дальше будто человечек барахтается в воде. И вот, если начать вправо по скамейке медленно двигаться, то круг становится чуть ближе к человечку, а волны спокойнее. Но там еще в разных местах можно многое обнаружить и рассмотреть. Больше всего я люблю находить рожицы. Иногда я их теряю после дождя, а потом, когда дерево высыхает, они снова появляются. Беседка у нас не крашенная. Дерево темное от времени. С той стороны, которая всегда в тени, оно еще темнее. Я там много настоящих картин нашел. Какие-то жучки в досках дорожки прогрызли. Получилось очень красиво. Я любуюсь. Признаться в этом я долго никому не решался. Я всегда немного не уверена, что во всем, что ты чувствуешь, нужно признаваться. Однажды у меня появилось настроение поговорить по душам с дедушкой из дома 3А. Я ему как-то неожиданно сразу все выложил и про спасательный круг, и про жучков. Дедушка сказал, что у меня богатый внутренний мир. Не посмеялся надо мной. Мы потом с ним целый час все трещинки и рисунки рассматривали. Я был ему так благодарен за компанию, что решил еще одну секретную красоту показать. Отвел его к девятому дому и показал старую скамейку с тыльной стороны. Больше денег зарабатывал. Но мама очень твердо своей подруге ответила, что ничему она папу учить не собирается. И что ему мешает больше зарабатывать его принципы. Ага, принципы. Принципы. Это отдельный разговор. По утрам в выходные мы с папой в любую погоду делаем зарядку во дворе. Даже когда снег. Это началось совсем недавно, когда мне исполнилось 10 лет. Раньше мы делали зарядку дома, но там нам все время мама мешала. И Муся под ногами путалась и норовила поцарапать. Папа все время говорит, что я должен вырасти настоящим мужиком, чтобы защищать свою семью. Я не против. Папа у нас такой и есть. Настоящий. Мама смотрит на него иногда такими глазами, будто впервые видетьми мужскими занятиями. Очень много чего не так. Хотя бы потому, что мама все их признает. Но за каждое из них папу немного ругает. Серьез или нет, я не знаю. Думаю, что мне многое не договаривают. Считают, что я еще не все могу понять. Ну и правильно, считают, наверное. Хотя откровенно и подробно поговорить всегда лучше, чем долго догадываться. Неделю назад родители отмечали годовщину свадьбы. Они в этот день всегда ходят в свой любимый ресторан. Меня оставили дома, и чтобы я не скучал, позвали дедушку из дома 3А. Мы с дедушкой всегда очень хорошо проводим время. Он мне много интересного рассказывает. И что важно, очень терпеливо. Если я чего-то с первого раза не понимаю, он может повторять столько раз, сколько нужно. Поэтому я его прощаю, когда он одну и ту же историю рассказывает мне, будто впервые. И забывать стал, что уже рассказывал. Это совсем недавно с ним стало происходить. Там много всего. И про его родителей, и про детство, и про работу, и про жену. Как они вместе путешествовали, или ремонт делали. И что они сажали на даче. В тот вечер была очень большая и круглая луна. И я придумал, понял, почему меня папа по утрам на зарядку выводит. Спасибо вам за такую реакцию добродушную. Спасибо вам за такой отклик. Знаю знакомые лица в зале. Спасибо вам большое. Такое одно удовольствие вам читать. Спасибо. Здравствуйте. Еще вновь прибывшим. Я с удовольствием бы с вами начала разговор. Если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. И подумала, что в конце нашей встречи, может быть, посчитаю еще одну гламу, она гораздо короче, чем эти две. Но мне кажется, что настроение нашей встречи позволяет это сегодня. Да, конечно. И у нас уже появились вопросы из зала. С удовольствием. Спасибо. Вам понравилось играть. Спасибо. Давайте по очереди будем говорить в микрофон, чтобы все слышали сам вопрос тоже. Да? Следующий объектив. Хорошо. Спасибо. Добрый вечер, Лиза. У вас невероятно увлекательная книга. И мне очень интересно узнать, что легло у вас нового сюжета. Это какие-то детские воспоминания или большой читательный опыт или что-то другое? Спасибо огромное за вопрос. Вообще само предложение написать книгу ко мне пришло неожиданно. Мне написали из издательства ЭСТ и предложили мне написать автобиографию. В моем случае это было довольно забавное предложение, потому что если знать мою любовь к подробным рассказам обо всем, что происходит в моей личной жизни или происходило, то несложно догадаться, что вся моя автобиография поместится на три страницы книги. Поэтому я в шутку ответила, что нет, спасибо, мне, наверное, сейчас только сказки писать. А я была в моем положении, ждала сына. И мне сказали, отлично, конечно, пишите сказки. И я подумала, почему бы и нет, это очень совпадало с моим внутренним ощущением, моим восприятием мира. Гормоны играли, располагали к тому, чтобы очень чутко воспринимать мир и вообще обращаться к каким-то воспоминаниям, приятным, детству. И сначала действительно появились сказки, и очень, грубо выражаясь, удобный формат, потому что эти сказки могут оправдать все на свете. Любое происходящее в книге оправдывалось чудом, волшебством и самим форматом сказок. Но потом записалась глава про чудеса, которая перевернула весь ход написания книжки. Я подумала, что нет ничего чудеснее обычной жизни, обычных событий, которые нас окружают. Это самое чудесное, что с нами может произойти. И, наверное, это большое счастье, когда ты можешь увидеть чудо таких маленьких и больших событий, которые тебя окружают и которые с тобой происходят. Поэтому я подумала, что это были, своеобразные были, происходящие с Костиком из Солнечного Перелока. И, конечно, я обращалась и к своим воспоминаниям, и к происходящему в жизни детей моих друзей и родственников. И как-то это все вместе превратилось в такую книжку. Спасибо вам за возможность. Если бы вам поступило предложение об экранизации вашего произведения, то какой формат бы вы были? Это был бы мультипликационный или полуметражный художественный фильм? Спасибо вам огромное за вопрос. Очень неожиданно я об этом совершенно не думала, конечно. Для меня чудом, в первую очередь, были иллюстрации книги. Вообще я не знала, как работают они над книгами, с чего нужно начинать, как возникает сама структура на книге. Я писала интуитивно, как будто подслушивала за моим воображаемым персонажем, это, наверное, и есть вдохновение, и записывала за ним. А потом из редакции мне в процессе мы начали обсуждать иллюстрации. И, конечно, это был ответственный момент, и для меня это тоже было нечто новое и удивительное. Каким он будет, мой воображаемый гостик? И вот чудесный иллюстратор Валерия Черноскулова придумала, мне кажется, подходящие к этой истории такие рисунки, иллюстрации вне времени. Это могло бы быть детство наших с вами родителей, наше детство, детство моего сына, я надеюсь. Вот, мне кажется, атмосфера получилась передать. И вот сейчас вы заговорили об экранизации, мультипликации. Мне кажется, ну, я даже представить себе этого не могу. Если когда-нибудь вдруг у кого-то возникнет желание это сделать, или у меня, то будет очень ответственная история. Потому что я переживаю, даже читая главные книги, переживаю, что как бы навязываю вам интонации Костика, его, ну, так или иначе, темперамент или характер, а мультипликация это же совсем визуализация, да, или экранизация, это визуализация. Момент серьезный, я бы и не рискнула, вот, как автор книги, наверное. Хотя, ну, наверное, с творческой точки зрения было бы интересно. Ну, посмотрим, ну, к чему жизнь приведет. Мы известно, что с себя, спасибо вам за это. Мы переходим к следующему вопросу. Для чего вы решили добавить главу про политику? Спасибо большое за вопрос. Вообще, если открыть оглавление, я слышала, что сначала был другой вопрос, потом ты открыла оглавление и решила задать это. Спасибо тебе большое. Я выпускала книгу в августе прошлого года. Грубо говоря, я сдала рукопись в издательство и пошла в роддом за сыном. Главное, чем я руководствовалась, называя главы вот таким образом, мне хотелось, чтобы Костик порассуждал на большие темы, на огромные. И, ну, моя задача как автора, ну, такая, конечно, я так себе и не формулировала, но теперь я понимаю, что интруктивно было именно так. Мне хотелось, чтобы, вот в идеале, родители и дети, собираясь вечером на диване, перед сном читая книгу или за обеденным столом на свободное время, все вместе могли порассуждать на большие темы, на которые иногда нет повода порассуждать, когда мы заняты какими-то готовыми вопросами, суетой. Мы чаще обсуждаем, что у нас будет на ужин, и что произошло в школе. Ну, это тоже очень-очень важные разговоры. Но вот огромным иногда нет места в этих повседневных разговорах. И, может быть, эта книга будет поводом для того, чтобы начать разговор об этом самом огромном. Вот, мне кажется, что эта глава, она тоже начала такой огромной темы для рассуждения. Ну, а каждый дальше сам не всегда решит, с какой стороны к этой теме подойти и каким образом говорить на эту тему. Я могу еще задать вопрос, который хотела задать изначально. Конечно, конечно. Я несколько раз пересматривала все сезоны «Папина и дочь». Очень понравилось. А еще приятнее ей сейчас вспоминать. Конечно, с момента завершения съемок сериала прошло очень много времени. Но для меня это светлое воспоминание как раз о моем детстве. Потому что начали мы снимать сериал, когда мне было 11 лет. Столько же, сколько моему Костику. И я очень хорошо помню этот возраст. И, кстати, вот, когда я писала книгу, я обращалась к своим воспоминаниям, связанным именно с этим возрастом. Я очень люблю Северину Северину. И считаю, что действительно сериал-то хороший, добрый, светлый. И его смотрели всей семьей. Я рада, что некоторое начало с Каблезного, хотя и острые темы довольно поднимались. Я рада, что авторы так ответственно подошли к написанию сценария для сериала. Вот. И я думаю, что, возможно, когда-нибудь. И я со своими детьми с удовольствием смотрю этот сериал. И мне не за что будет переживать. Спасибо. Да, спасибо вам за ответ. Спасибо. И у нас есть следующий вопрос. Здравствуйте, Лиза. А не думали ли мы поставить спектакль по книге? Вам же это легко. Спасибо большое. Спасибо, Ника, за вопрос. В мае обязательно приду на ваш спектакль. Спасибо. Спасибо. Я для тех, кто не знает, о чем говорит Ника, рада тебя видеть. Это не первый мой писательский опыт. Дело в том, что еще до книги «Костика солнечного переулка», честно говоря, писательский опыт, я пытаюсь избегать этой караблировки, потому что это чудесное занятие пришло в мою жизнь так же удивительно, как и многие другие занятия, совершенно бесспециально, удивительно, волшебно. Я точно не воспринимаю это как обычный ход жизни и так же, как не воспринимаю, как что-то нормальное и логичное, появление моих двух авторских спектаклей. Пьесы, которые были написаны тоже мной, это и спектакль ЧП, который был сыгран несколько дней назад, еще будет 25 мая. Пьеса к нему была написана мной три года назад. И пьеса к спектаклю «Ка бы я была», которая ее потом рискнула, верзнула поставить на сцене замечательными артистами Маши Дюжевой, Оли Лапшиной и Филиппом Бледным на сцене театра Булгакова. Этот спектакль уже и гастролировал, и все следствия собственного спектакля шли в фон «Старость и радость» на помощь одиноким пожилым людям, домам предстояло. Вот эти два спектакля есть, они живут, и дай бог, еще будут не раз показаны зрители, но здесь, наверное, другой формат. На самом деле, когда я писала пьесы, я писала их как пьесы. То есть я пользовалась своим опытом зрительским и своим актерским опытом, и немножко все-таки, опять же, по незнанию, действовала чисто инициативно, но старалась как бы уже этот спектакль смотреть, уже таким и режиссерским взглядом смотреть на пьесу, и зрительским, и актерским, и немножко делала этот текст удобным со всех сторон и для артиста, и для зрителя, и для зрительского выскоять. А вот, мне кажется, Костик написан не как пьеса, это нужно еще и пьесы писать. Может быть, однажды она напишется. Ну, нет, такой идеи, конечно, не было. Мне кажется, Костик, Костик живет в книге. Мне кажется, что вот он там как-то нашел свое место, и вот здесь его мир, его переулок, ему там уютно, мне так кажется. Спасибо большое, спасибо. У меня вопрос снова по папинам дочкам. Вопрос. Что вы читали перед тем, как играть? Галина Сергеевна, ведь она столько всего знает названия, вот эти некоторые длинные фразы, выражения. Что вы читали? Какие-то энциклопедии, может быть, как? Вот, учитывая то, что вы играли, были прям почти, можно сказать, ребенком, и как вы вот это вообще все это запоминали. Спасибо большое за вопрос. Но надо сказать, вот вы правильно слово выбрали в финале вопроса. Как вы это запоминали? Я сказала, я запоминала тексты Галины Сергеевны как иностранный язык, потому что авторы очень старались, когда писали тексты для Галины Сергеевны, чтобы, особенно в начале сериала, чтобы создать образ девочки-вундеркинда, я думаю, иногда они и сами не до конца понимали, когда придумывали, например, название для того или иного реферата Галины Сергеевны, когда она заходит, я не знаю, например, была такая сцена, я сейчас вас немножко повеселю, была сцена такая в сериале, где Галина Сергеевна заходит в гостиную и спрашивает у бабушки, что она думает на тему реферата, и дальше произносит название. Я на всю жизнь запомнила. Влияние ретикулярной формации на формирование дактилокапиллярного рисунка «Удивидума» с признаками хромосомных операций. Знаете, а как строился на тот момент мой день? Мы в 8 утра приезжали на съемочную площадку, снимались. Вечером в 8 мы освобождались, в 9 я была дома и учила текст, ну, страниц 30, он вечером на следующий день. И на следующий день в 8 утра уже начиналось со съемочной день. То есть, мне было все в несколько часов для того, чтобы разобраться в том, что же у меня Галина Сергеевна такое произносит. И я думаю, если бы я автору в ночи подвонила и спросила бы пояснить, объясните-ка мне значение слов, меня бы отправили как костика в Google. Меня бы отправили выяснять восторг интернета, если уж я такая скрупулезно выясняющая, чего там моя Галина Сергеевна говорит. Нет, на самом деле, действительно, большие артисты сто процентов понимают каждое слово, которое они произносят в кадре. Но я вам честно признаюсь, что мне не было времени разобраться. И поэтому приходилось некоторые реплики, вот за очередь, как иностранный язык. Но это мне помогало, и в учебе в школе как-то меня вдохновляло на то, чтобы действительно изучать какие-то вопросы более скрупулезно. Спасибо, Елизавета, вам за честность. Ответ в следующий наш вопрос от чудесных юных гостей. Лиза, у меня вопрос. А на чем вообще складывался характер костика? На каких основаниях? Гирочка, вы сегодня выключаете вопрос? На каких основаниях? Ну, как я уже вот начала отвечать. Часто вспоминала себя в 11 лет. И старалась вспомнить не только свое рассуждение на те или иные темы, не только вспоминала о событиях, которые со мной происходили в этом возрасте, не только вспоминала о своей. Отлично. Это очень жизнерадостный и добродушный человек. Спасибо тебе, что ты сегодня про него вспомнила. Я посмотрела папина дочки все детство с вами. Спасибо, мне очень приятно. На самом деле... Я до сих пор люблю папина дочки. Я вам показываю, я вам очень рада. Мне очень приятно это слышать. Спасибо огромное. Спасибо вам большое. Я обожаю папина дочки. Вы самые лучшие сериалы на свете. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Я расскажу, что Ниша Казакотлая, играющая роль Ирии Полежакина, отличный пацан. Вот такой. Замечательный человек. Очень добрый и вангливатель. У нас последний вопрос. Здравствуйте, Лиза. Вы тоже подарили мне юности, детство. Поэтому я очень рада вас видеть. Очень рада быть здесь. И что мы все собрались по такому прекрасному поводу. Вы сказали, что вообще литературное творчество пришло к вам внезапно. Но, возможно, у вас есть какие-то планы, наработки для будущих книг? Планируете вы еще когда-нибудь что-нибудь переписать? Спасибо вам за вопрос. Кажется, что мы все рано или поздно, или в какой-то период своей жизни приходим к этому писательству. Мы пишем стихи, дневники, какие-то заметки. И у каждого из нас наработки есть, если по-честному говорить. Но в плане написания книги есть, конечно, такой запрос о продолжении Костика из Солнечного переулка. И я даже вот думаю, в скором времени начать работу над продолжением. Ну, я-то не писатель, я же не знаю, получится, не получится. Даже некоторые мои друзья-коллеги, когда приходили ко мне в театр, говорят, напиши еще пьесу, отлично, давай напишем, будем играть все вместе. А я же так не могу, я же не писатель, у меня нет ни образования соответствующего, ничего вспомогательного в профессиональном смысле. Вот, поэтому планов я никаких в этом случае строить, точно никаких не могу. Но вот как-то интуитивно следовать такому, не знаю, велению души и сердца, что ли, настроению, и я могу попробовать. Вот, так что, надеюсь, что... Спасибо. Спасибо вам за доверие. Спасибо. Спасибо вам, Елизавета, потому что в завершении вечера мы попросим вас прочесть еще одну главу. Последнюю. Последнюю? А в будущем? А можно все-таки... А в будущем не нужно, пусть это будет сюрприз для тех, кто еще не читал. Я прочла сегодня книгу. Спасибо вам огромное. Очень приятно. Потому что после главы о будущем у меня уже появился вопрос в интернете, в комментариях. Так что было дальше? Я вижу, что на него придется отвечать. А возможно, это как раз будет толчком все-таки для продолжения постика. Я прочту про цель. Она короткая и... Ну, мне почему-то... Не знаю, почему хочется именно ее сейчас могу прочитать. А можно еще раз попрошу у вас микрофон? Не мешает музыка? Нет, не мешает. Она помогает. Спасибо. Про цели. Папа, да. Папа говорит, что у человека обязательно должна быть цель, и он должен ее добиваться. Я решил ему честно признаться, что у меня нет цели. Ну как, мелкие, наверное, есть. Но папа так серьезно произносит слово «цель», что я понимаю. Он говорит о чем-то огромное. Признаться папе в том, что ты думаешь, значит, мне такую цель ставить бессмысленно. Я буду просто продолжать рисовать и разговаривать с Богом. Надеюсь, что однажды он меня услышит и остановится посмотреть на мой рисунок. А я буду рисовать все, про что думаю и волнуюсь. И все, что мне кажется необыкновенным. Вчера увидел, как Муся красиво кресло разобрала и нарисовала это. Получился странный рисунок. Никому непонятный. Но Бог-то все знает. Единственное, что я не хотела бы рисовать, это войну. Хотя я и думаю о ней много. Но с этой темой я уже разобрался. Вырасту и выучусь на дипломата. У папы я недавно спросил, когда я мой рисунок с луной рассматривал, можно ли считать целью мир во всем мире. Папа сказал, можно. И вышел из комнаты. А потом вернулся и спросил меня, Костяна, что же ты за человек такой необыкновенный? В кого ты у нас такой талант? Спасибо вам огромное за то, что пришли. Спасибо. Да, Елизавета, спасибо вам. Мы очень нервно хватили. Увидим вас на сцене Московского дома книги. И мы переходим к антограф-сессии. Я напоминаю вам правильно. Поднимаемся на сцену, который строго по одному. Поднимаемся по центральному ступеньку. Пожалуйста, подготовьте к книге, открывайте. Время у нас ограничено. Спасибо вам большое. Хочу сказать еще раз за такую теплейшую встречу. Ваши вопросы, за ваш отклик. Мне было это очень приятно и очень нежно. Спасибо каждому из вас. Спасибо. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Куклы в нашем магазине. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА